Добрый день, друзья! С вами Верхов. И вот у нас сегодня база Енисей с турниром максимальный вес. Ну где можно, друзья? С чем играет здесь максимальный вес? Да с корягами здесь. Ловить нужно коряг. Очень много коряг после урагана. Достаточно много. На локации высокие воды. Но я не буду ловить коряги, друзья, целенаправленно. А буду, в общем-то, сейчас ловить тугуна. И вот давайте мы сейчас посмотрим наш с вами опыт. И запишем его. Здесь его предостаточно. На этой локации 2.25. Ну я приблизительно сейчас поставлю. Вот так. Сейчас я достану мушку. То есть спин достану. А ловить я буду на 200-ю мушку. Среднюю. Проводка медленная по дну. И чтобы мне опыта чуть-чуть побольше шло, я слегка под шофе буду ловить. Ну вот так вот где-то. Когда до середины рыбак удочки не путает, до середины яд будет стоять. Вот. А опыта чуть больше мне будет идти, конечно. Значит, на тугуна можно приготовить неподтвержденный прикорм. Ну якобы он активирует поклёвку тугуна. Это вот жмых. Подсолнечное масло. Ну и давайте хирономит что ли мы туда накидаем. Приготовить взять. Давайте закормимся. И вот давайте с вами сейчас половим. Ну это гальян Чикановского клюёт. Или коряга. Она тоже у нас так клюёт. Нет, гальян. Значит, какого веса здесь корягу? Ну, килограмм 140, коряга 150 килограмм. Мы уже позволят выиграть турнир максимальный вес. На базе Енисей. Ну, коряга к нам может клюнуть и на мушку нашу. Двухсотую запросто клюнуть может. Здесь ясь неплохой. Здесь пыжьян замечательный. В общем-то, его тоже будет мушка ловить. Предположим, 10-ая маленькая, медленно по дну. И всё здесь эти мушки будут у нас ловить. На Енисея всю эту рыбу. Ну и безусловно нам и коряга здесь попадётся с вами. Если ей клевать. Ну вот она и коряга к нам клюнула, друзья. И неплохой вес к нам клюнул коряги. Повторяю, коряга в районе где-то 140-130 килограмм. Позволит нам с вами выиграть турнир максимальный вес. Ну вот, друзья, я достал корягу и вес её 195 килограмм. Ну это, в принципе, мы турнир считайте, что уже сыграли с вами. То есть мы выиграли этот турнир. Вот есть поклёвка у нас. Вот кита. То есть это горбуша я кита, господи. Друзья, конечно, про горбушу речь идёт, не про киту. То есть горбушу может предпочитать средние блёсна. И, в общем-то, ловить её можно как по дну, как средней толщи воды, так и по поверхности. Но вот для мушек оптимальный размер всё-таки средний. И проводка медленная по дну. Вот это более оптимальное условие вылова горбуши. Ну что, друзья, здесь можно омулю половить. Очень хороший омуль. Здесь мускун есть. Здесь есть пыжьян. Здесь есть тугун. Здесь есть ясь. На этой локации. Замечательно. Здесь есть налим, друзья. Можно его здесь ловить. Что здесь ещё у нас такого интересного будет? Конечно, горбуш. Конечно, Нельма здесь замечательная, друзья. И всё это будет клевать у нас здесь всё. Когда нет турниров и квестов, всё это здесь можно ловить. И будет замечательно горбуш у нас на 200-ую мушку клевать. На 204-ую она будет клевать. На 201-ую мушку она будет клевать. Но лучше всего на 200-ую мушку. Шанс поймать зачёты или трофеи очень высокой. С этой мушкой. Ну, сейчас же нет клёвы никакого. И видео получается у нас с вами неинтересное. Редкий поклёвый тугуна, но хоть он и зачётный. И по 600 там очков мы опыта получаем за него. Но всё-таки очень редкие поклёвки. И совсем не хочет ловиться горбушу на мушку. Именно горбушу. Здесь трофей, друзья, горбуша. И её вес трофей, ну, что-то в районе 4-х килограмм. Ух, какого хорошего тугуна с вами поймали. И опыта, какого нам сейчас дадут? Почти тысячи очков. То есть, друзья, вот если даже коряга не клюёт, а клюёт хорошо, тугуны, горбуша хорошо или нельма хорошо клюёт у нас на спиннинг. Да и бог с ним с этим максимальным весом. Ловим тугуна, ловим горбушу, сидим, ловим нельма. В конце концов, езя ловим. Да любую рыбу, которая у нас клюёт, хорошая, которая даёт нам очки опыта. Слегка под шофе можно ловить, чтобы не путаться с удочками. Не больше 50% шкалы. И, в общем-то, замечательный турнир будет по количеству опыта, по вылову рыбы. И турнир, оно будет равноценен. Турнир, если не больше. То есть, не надо прям нацеленно играть. Вот турнир, приехали. Но если дело принципа, там и табличка там нужна, ну тогда уже пожалуйста. А так, в принципе, можно вот в удовольствие сидеть. Просто ловить тугуна. И другую, любую рыбу. И получать столько же опыта. Сейчас мы в конце турнира посмотрим, сколько я опыта смог заработать, вылавливая тугуна только лишь одного. Ну вот, на мой взгляд, четвёртая мушка наиболее зацепистая на всех базах. Ну, то есть, она наиболее часто ловит всякую экзотику. В виде коряг, всяких покрышек. Ну, по крайней мере, достаточно часто. Её можно, эту четвёртую мушку, рекомендовать. На таких турнирах, как максимальный вес, она достаточно часто цепляет коряги. Вот, хотя вы сами сегодня убедились, что двухсотая мушка тоже у нас корягу поймала неплохую. То есть, как бы коряги, ну, вот единственная моя рекомендация, что её всё-таки проще ловить на блесну, не важно какую. Вот сам принцип блеснения позволяет поймать быстрее корягу, нежели чем биологические насадки. Вот так правильно я бы сказал. Потому что мы блесну закидываем в разные точки, и протяжка у нас с края на край идёт. И, в общем-то, вот этих шансов гораздо больше у блесны, чем у бионасадок. Ну, я уже про это говорил неоднократно. Вот, а уж какую блесну взять? Ну, это здесь вы сами своим опытом. Всё зависит, конечно, от разряда. Вот, низкий разряд хорошо мушки ловит. Коряги. Высокий разряд, в принципе, не имеет значения. Любую блесну одевайте, и коряга будет клевать. Ну, вот, друзья, остаётся час у нас до окончания турнира. И давайте посмотрим, значит, наш опыт. 39-30-245. Это мы имеем за час опыт, за час до окончания турнира. И давайте посмотрим, что мы 4000 с вами, в общем-то, при отсутствии, как только один тугун нам принёс 4000 очков опыта. Ну, и как видите, 195 килограмм, 13-660. И боты, как всегда, в диапазоне 120 килограмм. Ну, а мы с весом 195 килограмм выиграли с вами виски. И выиграли этот турнир. И 13 до плюс 4, и получили, ну, почти с вами что получалось. 18 тысяч очков опыта за сыгранный турнир. Всё, друзья, спасибо за внимание. С вами был Верхов. Увидимся. Не забудьте ухой снять похмелье. Субтитры подогнал «Симон»!